Здравствуйте! Пришло время русского мира. О событиях этой недели в России и за рубежом расскажу я, Любовь Курьянова, в этом выпуске. Красная площадь. Юбилейный книжный фестиваль стартовала в День русского языка. В Дубае завершил работу медиафорума российских соотечественников, объединивший страны Африки, Ближнего Востока и Европы. Дух союзничества. Международный форум прошел в стенах Ассамблеи народов Евразии. А теперь подробнее об этих и других новостях. На книжном фестивале Красная площадь отметили сразу два юбилея – 225-летие Александра Пушкина и 10-летие самого фестиваля. В этом году он подарил посетителям более 500 событий, 100 тысяч книг от 400 издателей и рассказы о новых регионах. Одним из мероприятий стало подведение итогов 34-го конкурса «Лучшие книги года». Фонд «Русский мир» традиционно является соучредителем дипломов в номинации «Лучшие зарубежные издания на русском языке». Подробности далее. Красная площадь стала настоящим смотром книгоиздательских сил России, площадкой для встреч маститых и начинающих литераторов. Гостям книжной ярмарки представили новинки на любой вкус – от детской литературы до фундаментальных научных изданий. Ряд мероприятий был посвящен Александру Пушкину, месту его творчества в современной культуре и вкладу в развитие русского языка. Этот фестиваль посвящен 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Будем отмечать год семьи, также празднуется год лейтенантской прозы. Мы видим большой интерес к так называемой молодежной литературе. Основные читатели сегодня – это ядро читающей аудитории, это подростки, молодые люди. И, конечно, они, можно сказать, диктуют свои условия современному книжному рынку. Это янкодалт-литература, так называемая литература для молодых взрослых. Более ста авторов издательств Эксмо, АСТ и Азбука Атикус приняли участие в презентациях новинок, открытых дискуссиях, автограф-сессиях, мастер-классах и интерактивных мероприятиях. В честь 115-летия Николая Носова и 70-летия Незнайки прошли театрализованные читки, представления от театра кукол и презентации с участием внука-писателя. У нас в издательстве «Малыш» вышла самая красивая книга Александра Сергеевича Пушкина – «Сказка о царе Салтане» с удивительными объемными картинками. То есть здесь можно видеть сказку практически вживую. Замечательные здесь разные интерактивные элементы, которые фактически иллюстрируют происходящее в сказке. Сказками с такими объемными картинками можно увлечь даже самого нечитающего ребенка. В рамках книжного фестиваля состоялось подведение итогов конкурса «Лучшие книги года». Заместитель исполнительного директора фонда «Русский мир» Татьяна Шлычкова вручила специальный диплом издателю «Славица» из Словакии за слово о полку Игореве на русском и словацком языках. Благодарственными письмами от фонда в этой номинации были отмечены книги «Варшавской православной митрополии» и издательство «Фолиант» из Казахстана. Евгения Фахурдинова специально для программы «Время русского мира». В Дубае прошел медиафорум российских соотечественников стран Африки, Ближнего Востока и Европы. В мероприятии приняли участие свыше 40 представителей русскоязычных, зарубежных СМИ и организаций соотечественников из 22 стран. Подробнее в репортаже моей коллеги Альбеке Ильясовой. Организатором медиафорума выступил Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы и Московский дом соотечественника при содействии Министерства иностранных дел России и Генерального консульства России в Дубае. Экспертами медиафорума стали ведущие российские и зарубежные журналисты. Что я лично хотела получить от форума – это развитие телеграм-канала. У нас есть международный клуб «Перекресток». К сожалению, телеграм-канала пока не было, но этот форум предоставил нам возможность его развить, открыть. И теперь мы можем им делиться с остальными людьми. На торжественном открытии мероприятия директор Московского дома соотечественника Дмитрий Кожаев отметил, что медиафорум стал востребованной площадкой для творческого общения профессионалов. А директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в своем видеоприветствии поблагодарила представителей СМИ соотечественников за непрерывную работу в непростых условиях. Удалось не только завести новые знакомства, но и встретить тех людей, с которыми я познакомилась на предыдущих мероприятиях для соотечественников в 2019 году. И также я впервые встретилась с людьми, которыми общаюсь в интернете. В программу медиафорума вошли панельные дискуссии, мастер-классы и круглые столы. Участники представили свои проекты и обсудили текущие профессиональные задачи, а также работу журналиста в условиях новых вызовов. Альбика Ильясова, Равид Гор, специально для программы «Время русского мира». Накануне в конференц-зале Ассамблеи народов Евразии завершил работу Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. 26-я сессия была посвящена 80-й годовщине открытия Второго фронта в Европе. В мероприятии приняли участие известные российские и международные эксперты, а также общественные деятели и представители органов власти. Традиционный международный форум под названием «Дух союзничества» вчера-сегодня-завтра выступил площадкой для открытого и честного диалога. В нем были задействованы стороны, заинтересованные в поиске выхода из глобального кризиса в отношениях между бывшими союзниками во Второй мировой войне. По мнению многих экспертов, этот кризис грозит перерасти в Третью мировую войну. Сегодня мы уже находимся практически в Третьей мировой войне. Все ближе и ближе находимся к ядерной войне. Ближе, чем когда-либо, еще с тех времен, когда произошел Кубинский кризис. Владимир Путин говорил несколько раз, что он готов вести переговоры. Он готов вести переговоры, но Запад должен просто принять это предложение. В общественном форуме приняли участие эксперты из России, Соединенных Штатов, Франции и Германии. К мероприятию также подключилось посольство России в США. Напомним, Ассамблея народов Евразии вносит свой вклад в дело исторического просвещения, ведет целенаправленную работу по сохранению исторической памяти. Отечество – это вечный дар. И это люди поняли. И даже советское руководство поняло уже в середине 30-х годов, что мировой революции не будет, что против нас пойдут братья по классу в вражеской военной форме, одержимые вовсе не мировой революцией, а мировым господством. И петь интернационально бесполезно. Целью форума является объединение сил общественной дипломатии стран антигитлеровской коалиции, поиск путей возобновления международного диалога, а также возрождение духа союзничества во имя мира и созидания. Даже в нынешних непростых условиях интерес к совместному военно-историческому прошлому очень велик зарублено в первую очередь во Франции, потому что я просто могу засидеть и сам. Примерно простой пример. До сих пор и во Франции, и в многих других странах по линии сотрудничества проводится огромное количество конференций, встреч онлайн, личных, офлайн. В работе форума принял участие и бывший американский разведчик, экс-инспектор ООН Скотт Риттер. Он отметил, что Соединенным Штатам следует научиться уважать Россию, ее историю и потребности русского народа. По его словам, это поможет выстроить путь к выходу из сложного противостояния. Анастасия Голдабина, специально для программы «Время русского мира». В Лиме, столице Республики Перу, одном из крупнейших городов Южной Америки, с размахом прошла вторая международная выставка посольств. Участие в этом мероприятии принимают как посольства, так и небольшие представительства, рассказывая посетителям об образовательных возможностях и культурном разнообразии своих стран. На российском стенде гости выставки узнали об образовании в России и доступных стипендиях, участвовали в викторине с памятными призами и попробовали писать по-русски. Также посетители смогли познакомиться с традиционными ремеслами, игрушками, узорами павлопосадских платков, кокошников и различными росписями. Особое внимание привлек стенд со сладостями. Абсолютно всем понравился торт «Медовик» и пирожная картошка. В Кампале, столице Уганды, завершил работу детский дневной лагерь «Росинка». Проект реализуется при поддержке фонда «Русский мир» уже во второй раз. Организатором лагеря выступает Ассоциация русскоговорящих женщин в Уганде с одноименным названием «Росинка». На протяжении двух недель дети российских соотечественников и коренных жителей Уганды не только отдыхали, но и учились. В лагере они пришли обучение по ускоренной базовой программе русского языка как иностранного, послушали лекции по русской культуре и посетили уроки вокала. Также для ребят работали различные мастер-классы, в том числе по финансовой грамотности. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам. Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего доброго и до свидания.